здравствуйте это канал максимадзе и это вы и у нас сегодня игра gta 5 winter edition опять какой-то от кого сообщение искал нашего архитектора кажется нашел да да сейчас мы переключимся на него лучше майкл я так рада что мы снова вместе пытаемся на это даже не мы многое пережили поэтому я не могу так разрушить семью ты ужасен но надеюсь и тени и ты к сожалению никогда не изменишься но когда придет твой срок я хочу присутствовать на похоронах как твоя жена пожалуйста прекрати мне изменять порвись теми типами перестань и лезть в неприятности снова стань жирным депрессивным лентяне которого я любила хорошо сделай все что в твоих силах ведь именно это соответствует той на радиопередаче так сделай это или соверши какой-нибудь позитивный поступок стань примером для детей положительным примером я уверен на что на в доме надо сделать ремонт ничего особенного дорого то что они называют быстрый вариант думаю он сильно укрепит наши отношения хочу либо ремонт либо бунгала на пляже не это успокоит милая жёнушка я тебя понял я сделал все что моих силах но пожалуйста пока никаких ремонтов и домиков на берегу давай сначала сплавим детей надеюсь и нормальную работу да я могу скорость он может скоро стать примером для детей он уже он снимает кинофильмы вместе с саламоном ричардсом как вы знаете короче мы продолжаем сегодня разбираться с о том как проникнуть здание фрб франклин нашел архитектора и сейчас нам надо переключиться на него чтобы раздобыть у него чертежи майк это франклин я услышу за секторами да только не облажайся окей странно у него в катсцене телефон сейчас будут зеленый хотя на самом деле он синий стой настройку без сказки нельзя о спасибо забавно что они не сказали ты зачем сюда пришел чё тебе здесь надо просто дали каску и пропустили мне это нравится так кажется что у него седые волосы в это на самом деле просто каска каскотик у нас есть причины для беспокойства только что поменял все планы их всегда можно улучшить жалко что тут нет русского русской озвучки нормально есть моды всякие на русский озвучку но там русский озвучка вообще дерьмовые все я думаю что моя до русская озвучка даже лучше там даже без эмоций озвучка без интонации бесправильно даже я стараюсь по крайней мере интонацию делать там они вообще нифига не стараются ладно смотрите великий художник чтоб близко к нему лучше не подходить нет ножом не надо слишком жестоко нет лучше я модафака франк давайте лучше не будем его пугать просто сделаем так чтобы он ничего не понял уже сделали так лучше уйти так чтобы они чтобы ник чтобы нас никто не заметил им конечно будет пофигу но лучше для честности сделать так поехали поехали на швейную фабрику надеюсь лестер составил да ты лезешь то блин чуть дверь мне не расшип надеюсь лестер разработал план о майкл уже здесь прекрасно надеюсь как она члене и у тебя конечно спасибо Ну, всё в порядке? Конечно. Так всё это правда? То есть мы грабанём МФРБ и твои парни нам дадут уйти? Возможно. Надеюсь на это. Ладно, Лестер, что там у тебя? Подождите, пока не знаю. Дай мне минутку. Я ж тебе не компьютер. Или... А может и компьютер? Так вот что я думаю. Есть два варианта. Новая охранная программа переходит в режим сдерживания при особых случаях. Ну там землетрясения, оползни, форс-мажоры разные. Мы можем заложить зажигательные бомбы и они там, бах! Ступает вызову во время службы, мы его перехватываем, изображаем пожарных и забираем диск с данными. Или... Может взломать систему на месте. Прибудем по воздуху. Надеюсь, сильного сопротивления не встретим. Нормально так. Или вызвать контору с психопатами-взяточниками. Или взломать одну из самых сложных в мире охранных систем. Ниндзя не доделанного. Ну, эйники-бэйники ели... Хрензачи его блин. Если хочешь строить фейерверк и выкрость здесь, тебе нужно будет зайти во пропуск уборщика. Все пройдет ночью, когда большинство сотрудников не будет. Ты моешь полы и устраиваешь бомбы где надо. О, серьезно? Мне придется мыть полы? Да, да, естественно. Тебя будет видно на камерах наблюдения, так что не выходи из роли. Тебе еще нужно будет пожарная машина, которая приедет после вызова. Взрыва. Потом надо будет свалить с диском. Машину для отхода надо будет раздобыть тоже. А как насчет другого способа будет недоделанными винтами? Тебе не придется тогда выдавать себя за уборщика, но придется попотеть. Твоим начальникам из ФРБ придется обеспечить тебя вертушкой и пилотом. Пролетишь над зданием, впрыгнешь с парашютом и попадешь внутрь через крышу. Только вооружись для зубов на случай, если что-то пойдет не так. Мысье полов или парашют? Непростой выбор ты предлагаешь. На это здание Хейнс выдал нам деньги, оставшиеся от дела в палетах. Так что заплатим из этих денег, сдачу оставим себе. Что ты выбираешь? В первом прохождении мы выбирали вариант пожарный. В этот раз мы выбираем вариант взлом. Тебе понадобится хакер, стрелок и водитель. Хакер не пойдет с вами внузри, но может ломать систему. Будет говорить, что делать по рации. Этот парень Рик, я познакомился с него в села Финвейда. Неопытный, но прилежный. Даже не знаю, кого выбрать. Рики хотелось бы выбрать, он все-таки безработный сейчас. 4% доли. Давайте, Рики. Давайте попробуем его. В следующий раз Рики выберем. Не знаю, сколько придется взламывать систему, стрелок поможет выиграть время. Макрилри. Возьмем его. Я рассчитывал на него и буду всегда рассчитывать. Водитель будет ждать снаружи, машину он добудет сам, имея это в виду. Эдди Тау. Он точно будет готов с нами работать. Ну что, решил? Не забывай, мы грабим ФРБ. И так, у нас есть победитель. Я обо всем договорюсь и сообщу тебе, когда все будет готово. Звякни мне. Знаешь, я все еще думаю про федеральное хранилище. Проект интересный. Но не уверен, что мы сможем провернуть это дело без сам знаешь кого. Да, главное, чтобы он не смог его провернуть без нас. Да, конечно. Так, вот я сохранение-то толком не сделал. Оу, блин, что ты наделал? Давайте хотя бы такое сохранение сделаем на всякий случай. Свободное падение. Давайте создадим новое. Теперь можно зайти к Соломону Ричардсу, но мы пока не будем это делать. Мы сделаем это в серии под названием «Развязка». В следующей серии. Трейси! Папа, у меня проблемы. В чем дело? Деньги? Наркота? Твоя мать? Не преследует какой-то парень, кажется, он что-то задумал. Ты где? На Вайн-Урт Плаза. Ладно, жди там. Он следует за мной на машине. На моей машине. Давай проездим тут. Да, мы поговорим. Едем в этот рейси. Отказаться нельзя. Дочке помочь надо. Ее кто-то преследует. Надо. Ехать недалеко совсем. Вот мы уже на месте. Давай попробуем найти его. Его стоит поискать в Хавеншилл. Снова. Мы ищем человека в Леновом. В Лиловом кабриолете. Марку, правда, не помню. Ладно, запомню это. Для чего же нужны отцы? Блин, жалко, нельзя крышу поднять в этой миссии. Не получается. Так, ну здесь нету его. Вот здесь. Нет, нету его здесь. Мотель напротив большой стройки может посмотреть. Лиловый кабриолет, но это будет плохо. Потому что из лиловых машин тут почти не бывает на дорогах. Найти его будет легко. Эх, вот сверху бы лучше посмотреть. Клакин Белл на Рокфорд Плазм. Это прямо здесь. Автографы на выставке. Так ты уже поучаствовал в шоу, что ли? Мы нашли этого чудика? Нет. Свернем за угол. Ну я дочь знаменитость, у которой есть даже фанат. Ты все-таки добился успеха, а твои дети живут в Рокфорд Хиллз. Да. О, а вот и он. Фиолетовая машина. Эй. Стрелять по нему не стоит, но... Эй, куда ты? Давай поговорим с тобой. Ого, я не знал, что у нее есть папаша. Всех есть папаша, а ну остановись машину. Тормози, тебе некуда бежать. Не так уж и страшно, если в машине взрослый мужик. Вылезай из машины. Куда ж ты садишься-то? Я ухожу и не вернусь никогда. Стой, 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 стой. Дай-ка я тебя шлепну разок. Быстро бегает. Ай, да пошел ты нахрен. Копы еще взялись, откуда их фиг хрен пойми откуда. Надеюсь, он... Надеюсь, больше мы его не увидим. Запрыгнем в машину. Что случилось? Ты убил его? Нет, я такими вещами не занимаюсь. Он больше не будет приставать к тебе. Что? Скажем так, на следующий слет твоих фанатов он не явится. Но у меня фанаты по всей стране. Это же такой пиар. Я могла бы... Да, хватит. Просто будешь осторожнее в следующий раз. А можно я ссорить все это? Зачем? Можно учили тебя ходить на горшок 20 лет назад. Никаких летер, лайк и ревейдер, что у тебя там. Ты ведь попала в беду из-за этого. И что ты выставляешь свою жизнь на показ? Но у меня будет так много просмотров. За тобой уже гонялись маньяки. Просмотров тебя и так достаточно, я думаю. Ладно, спасибо. Приятно, что мне удалось направить тридцерский гнев в нужное русло. Ладно, убери пистолет. Но, интересно... Лест... Лест... Ждем сообщения от Лестера или кого там надо. И начнем... И начнем проворачивать. Это дельца. Начинаем! Ладно. Тогда отправляемся на дельце. Будем проворачивать это дело ночью. Днем... А то днем светло, нас могут увидеть. Хм... А что тут пусто так все стало? Привет, друг мой. Ты чего такой тихий и спокойный? Но ведь я сейчас не умру из-за этого, когда делов натворил. Да. Спасибо большое за поддержку. Я благодарен. Что стало с прощением старых обид? А? И дуракам полагается второй шанс, верно? Чистый лист и все такое. Во-первых, твои новые листья уже не сильно отличаются от старых. Ведь они падают с того же дерева. А во-вторых... На дворе эпоха интернета, мой друг. Чистого листа не бывает. Ты делаешь или не делаешь. Записываются и используются против тебя. Каждый день в нашей эпохе судны. Откровение таково. Ты еще легко отделался. Ведь с тобой столько убийств. Краш. И... Так. Ты ведь у нас... Правду матку рубить будешь, да? Мне это совсем... Не совсем понравилось. Ну тогда... Проехали. Все нормально. Ты хороший человек и отличный отец. Вот так-то лучше. Ну че, как, пацаны? О чем базар? Об эпохе интернета. Об эпохе интернета? Да. А нам уже грабить нечто офигительное здание. Надо. Ладно, погнали. Я буду скучать по этому месту. Но нам надо сорвать куш. От этого всего надо избавиться. Хватит душеподельных прощаний. Лестер хочет сжечь фабрику. Жаль, что... Жаль только, что мы не увидим пожар. Агент Стив устроил нам штаб в здании НУП на шоссе Паломино. Отлично, двигаем. А ты че, веселый такой? А ты че, кислый? Наверное, старый. Куда ехать-то, кстати? Загород? Ничего себе. Че у нас там по плану? Хочу внести предложение. Пусть тебя завалят, чтобы не надо. Че за бред? Сегодня день притеснения. Ладно, я старпёр, я Ною. Отвалите от меня, Хоба. То есть мы сейчас... Тебя жалеем? Я не услышал, что говорил Лестер. Ну давай пожалеем Майкла. Билого, богатого Майкла. Бедняжку Майла, который 10 лет грабил банки. Да-да-да, я понял-понял. Бедненький, чей кореша ввязанцы дела ФРБ, который, собственно, и шкурой рискует. Ладно, извини. Знаешь, Майк, тебе так легко понять, войти в твое положение и сказать, ах, бедный я, бедный. Хватит уже прибедняться. Ладно, я немного замкнулся в себе. Немного, давай, вкладывай мне свой старый план. Короче, мы набираем высоту. Спрыгиваем на здание бюро и спускаемся через застекленную крышу. Ломаем систему, это займет время, потом держим оборону у компьютера. Ломав систему, скачиваем файлы и вертолет нас забирает. Видать не так уж и трудно, теперь я в курсе плана. Так что можешь, немного поновишь, раз уж я слушаю, а это бесплатно. Ну, раз уж мы об этом заговорили. Да фак ю! Зато откровенно. Давно мне на сеансе психотерапии не было так хорошо. Ты еще заплатишь за этот черт в сеанс, братан. Можно проехать? Мы уже близко. Тушка стрелок, водитель и хакер уже должны быть готовы. Я выйду на свист по рации. Всегда вовремя, бро. Вертолет федералов готов нас забрать, уходим. Так, айтишник, подойди к зданию ФРВ и быть готов к части операции. Понял, бро, я буду там. Я сломал сутбом и никто не разозлился. Я удивлен. Ну, поехали, открывайте скорее мне ворота. Блин. Ты парень Хейнса? Отведешь нас к вертолёту? Можешь садиться за штурвал. Как прыгнешь, я сяду на твое место. Сейчас выведу вас к точке прыжка. Как-то странно, что за штурвалом не Тревор. А мне нормально. Летает он и получше меня, но гораздо менее склонен убивать людей просто так. Я менее склонен пырнуть тебе в лицо и позабавиться с трудом, да? Больше похоже на правду. Так, минуточку внимания. Здание прям по курсу. По пути мой друг к Франклину прикнул меня не в благоприятном условии. Признаюсь, что вел себя недопустимо. Деньги за это получат все кроме меня. Но эти деньги слишком малые компенсации зададут сумасшедший риск. И возможно операция вообще провалится. Работа есть работа. Погнали. Смотри, Калестер не шутил. Он действительно поджёг его. Где? Я не вижу. Минутку. Где здание? Я не вижу его. Поджёг. Давайте подлетим поближе и полюбуемся на это. Хочу посмотреть, как оно там горит. Не видел ещё ни разу. А, вот, смотрите. Дым. Дымище вообще идёт. Посмотрим, как горит фабрика. Я просто... Я ни разу не видел, как фабрика горит. Давайте с той стороны тоже посмотрим. Да, Лестер поджёг фабрику. Ребята, я ни разу не... Ни разу не видел, как фабрика прыгает. Ой, как не прыгает, а горит фабрика. Ни разу не видел. Надо полететь как можно выше и туда. Да-да-да, я лечу туда, где на карте показано. Я просто реально хотел посмотреть, как фабрика горит. Я ни разу просто этого не видел. Ух, сейчас наберём высоту. Поднимайся, зона высадки находится на крыше. Надо набрать высоту. Эй, бери управление на себя. Есть. Ты готов? А ты? Ты смеёшься? На этой высоте я дышать едва могу. Не говоря уже о том, что рассчитывать вероятность после выживания того прыжка приземления. Чертовые перестрелки и все остальные фигни, которые могут произойти. Ладно. Зря мы об этом спросили. Идём. Чего ты ждёшь? Прыгай давай. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Приземлиться туда будет довольно непросто. Мы настолько высоко, что небо прям такое беленькое. Немножко ускорим. Немножко ускоримся в полете. Что-то я своих братанов не вижу. А, вон они летят. Непросто будет. Эх, развернуться придется, видать. Фух, получилось. Окей. Давай, Франкин, пошли. Супер. Лучше, чем на лифте. Мы вошли. Отлично, я-то снаружи. Ф.А.Б. Дверь-то стальная. Пушкой не прошибешь, наверное. Зарядом бомбанем ее. Правда, вот этот взрыв могут... Услышать солдаты. Они сейчас сюда придут, я прям уверен. Сигнализация сработала. Все необходимое у тебя в мобиле. Так. Понадобится время, чтобы взломать систему. Мои характерные программы. Хакерские, точнее программы. Сеть ФРМ... А, мое внешнее устройство. Хакер Коннект. По крайней мере, одни из нас разбираются в компьютерах. Ох, ё-моё, какая система. Надо соединить числа по... Ну, ничего себе. Какая мини-игра сложная. Мне... Мне покажут инструкцию, как надо это делать. 24. Не удалось подключиться. Я не знаю, просто как надо делать это. Найди это число. 0,5. Блин, упустили. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня просто голова кругом от этого идет. А. Надо, чтобы первая, наверное, была. 0,5. Понятно, понятно, сейчас. Эх, упустили опять. А, еще и время заканчивается. Да, ё-моё. 73. Та, блин, опять не успел. Цифры постоянно меняются. Ай. Как это неудобно, а? Ай. Не успел. Чик. Отлично. Я подключился. Не надо агрессии, я и так на пределе. Можешь проверить, для чего нам нужна программа. Вторая? Так, теперь нужно найти пароль. Надо поймать буквы красные. Какая интересная функция. Ай, промазал. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Есть. Мы взломали систему. Есть что-нибудь определенное? Ты ни разу не упомянул о сетях, братан. Это так, к слову. Второе. Третья программа. Копируем файлы. Это досье... Досье... Майкла. Так. Судя по всему. Так. Сейчас придется пострелять. Агенты уже здесь. Здесь. А, данные скачиваются. Надо их задержать. Не хочу ждать вертолет. Подлети к зданию побыстрее. А, они еще и сверху. А, сверху агенты НУП. Блин, выйти из этого укрытия нельзя. Вон еще одни. Вертолет ФРБ нас засек. Открывай огонь. О, меня стреляют. Меня бабали. Не могу развернуться. Не могу. Ау. Черт, побери. Верт... Да, вертолету конец. Чувак, который в нем сидел, точно по-любому погиб. Вертолет разворотил здание. Пару этажей, полный разгром. Ой, смотрите-ка, дым пошел. Блин, когда они уже пристанут, а? Мы скоро закончим. Фух, наконец-то. Что-то я отвлекся от компьютера. Так, все. Валим отсюда к чертовой матери. Можно разворошить тут стекла все. Открывай дверь. Ну, ты, ты зачистишь комнату или что-то? Открывайте двери скорее. А, его за меня убили уже. Открываю дверь. Ух, е-мое, как хорошенько. Вау. У нас проблема. Поливалка включилась. Я не вижу ничего вообще. Там дым ищет. Фух, все, здоровье восстановилось. Можно идти. Да, после... Когда вертолет сюда влетел, пожар начался. Ой, Франклин в опасности. Надо его защищать. Уходим. А вот и вертолет. Да. Он не выжил. Я так и знал. Может он... Оу. Он не выжил. Чего умнее чей-то? Сваливаем отсюда. Мы слишком высоко. Нас просто сдует. Да давай, пошли. А, они проникают сюда и отравляются газом этим. Убираются гибц. Гибц, пара. Сваливаем. Гибц. Гибц. Убираемся. Обратно двигаться. Убираемся. А, вы сходите. Убираемся. Убираемся, маньяки. Убираемся. так где то здесь должен быть лифт а нет не лиц лестницы подождать пока здоровье становится маловато его не перьяна не переставит шуметь мы достаточно низко да вот это сойдет готовь снаряжение что происходит снаружи то же самое бабло про вашу ситуацию прошло они может военных вызывали еще кого значит надо свалить до того как они придут уходим отсюда все глянь направо тут повсюду мигалки они еще пока нас не заметили во всяком случае пока вас застукали вертолет бюро засек вас на стене здания а у них вертушка там и скорая и пожарные и все мигалки всего города а вертолет какой а а а а Ого, жить Надеюсь, жители тех домов не пострадают Дом-то что-то не разрушился совсем Ну все, пора Войтитель встретит нас у отхода Сейчас появится, сейчас будут еще те люди, которые нас будут стрелять Ау, на скорой помощи, ничего себе Залезайте в скорую, вперед Навыки повышены Рикки, Паки и Эдди Тоу Все по 25% Не стрелять, пусть думают, что мы медики Надо сваливать скорее отсюда Так, мы оторвались Едем к тебе, Лестер придет туда Обсудим, как все прошло Отлично ты продумал со скорой, Эдди Я же видел, что происходит в здании бюро Мне хотелось выбрать что-то подходящее За это мы тебе и платим Теперь, когда мы оторвались, я хочу сказать одно Не думал, что мы это сделаем Да, все было предусмотрено Хорошо позаботился Лестер разработал план, все было подготовлено Ты называешь это планом Сдерживать наступление самых Отъявленных продажных агентов После последней Бэйби Бумеров Притворяться хакером Когда рухнул вертолет, я вообще думал, что это конец По-твоему, Лестер спалил контору Почему я работаю на пустой звук За деньги Может отправить детей в колледж Ух, господи, я уже задолбался их читать, честно говоря Так, надо избавиться от транспорта Заходи, чувак Только обувь снять, не забудь О, Браклин Боже Еще бы немного, и я бы твой дом бы тоже спалил Но у вас все получилось Мы же справились Да Где бухло? Оно здесь Давай, давай Вот оно Так-то Пусть ты психованный, лицемерный, старый мадапака, но грабить федералов я пойду только с тобой аминь спасибо парни твое здоровье но еще выпьешь мозги нужны светлые и еще предстоит разобраться с дэви его дружками хочешь поеду с тобой нет я это сделаю один у нас все получилось мы все замечены знать если я буду один они ничего нам не сделают плана тогда до встречи затем разберусь тревором ну тревор нам понадобится надеюсь тебе стоит ему позвонить да пошло на все ладно ладно ну счастливо фрэнк и лестер хочешь выпить а лет на бюро состоялся мы взяли бюро дэйв я тебе ничего не должен нет не должен но мы встретимся в центре кортс я все да и выхожу из игры прямо сейчас я уважаю то решение ты же знаешь я пытаюсь тебе помочь но то что вы с тревором нарывайтесь на мэри уэзер это снова и снова очень мешает это дела тревора да мне все равно чьи вы натворили глупости не сказали мэри уэзер пасут мой офис нам надо поговорить ладно еду в центр кортс черт следующей серии мы попробуем сделать развязку с фрб поедем в центр кортс ладно на этом все с вас лайкос подписаться с меня эпичные видосы заш офигенное получилось ограбление долгое но офигенное подписывайтесь на мой второй канал и на группу вконтакте всем пока а а